Салам алейкум, The Star, с вами Альтер, вы находитесь на канале Chigger Out, это реакция на сериал Саке, второй сезон, 18 серия, могу и другого щенка воспитать. Как вы думаете, о ком это? Я думаю, это про Серика. Тьфу ты, блин, Серика. Про Саке, про Саид Саматвича. Серик это из-за мира, все уже, путаемся в именах. Так, страсти накаляются, становится интересней, пока о концовке вообще нету похожих намеков на концовку. Ну вот 19 серии есть, может их 20, фиг знает. Сколько серий вообще, ребят, напишите. А то я все жду, думаю, когда вот сейчас, может уже скоро финал. Неизвестно. Ладно, давайте смотрим, в конце болтаем, что произойдет с Саид Саматвичем, попадется он или нет. Самат, как сложилась судьба у Лязет, разборки эти и так далее, будут ли они в этой серии. Я уж не помню, хоть я и смотрел, как это называется-то, ну промо, короче, да, промо, к этой серии, но на той неделе, уже не помню даже, что там было. Такая вот память. Бум. Ты ни хрена не работаешь. Пора его скинуть. Че, Илья Жематвич, думал, так мы тебя за жопу и не возьмем? Это Бау, он работает в антикоре. Пусть они думают, что у них все кровно идет, тогда мы сможем взять их всех. Убедите руки! Ну вообще, кто такой? Администрация, спасибо. А, кстати. Да иди ты в жопу. Вот. Вот теперь ували. Шерк. Я этот, как бы, душно стало, просто задумался. Слушай, может, уже присядем, а? Уже. А, садитесь, Мин Морно отрасла. А, скажите, А куда поедет, какой обед готовить? Обед стоит на утверждении. А ты что так запряжел? Аж вспотел. Че, проблемы есть? Никак. Нет, нет проблем. Нет же проблем. Проблем нет? Нет. Нет. Все хорошо. Все сделаем, как надо. Слушай, вот как надо, не надо. Я знаю, как вы двигаетесь, Акимы. Сейчас, вон, пойдете срочно газоны красить, асфальт делать, людей с флажками на улицу вытаскивать, студентов, школьников напрягать. Вы сами, слушай, не устали от этого подхалимства, а? Нет. Пш, ты вообще молча. Дурак. Еще раз говорю. Визит рабочий. Поэтому надо показать, что? Работу. Вообще, знакомо тебе это слово? Работа. Работа. Все, все понятно. Ну, мы вас поняли. Так сказать, особо серьезных проблем нет на районе. Но кое-какие моменты надо доработать. Работы уже ведутся. Я думаю, к приезду президента все будет готово. Ну, есть же среди вас адекватный человек. Может, вам это? Поменяться между собой? В смысле? Давай. Ну. А, здесь, этот, не успели ремонт часа вам звать, там портрет будет стоять. Мы на реставрацию ждали. Там, как бы, рамочку красивую. А, ты, по-моему, действительно тупой, да? Как интересно. Вы не слышали, что ли? Он же сказал, его портреты в кабинетах вешать не надо. Слушайте, вот вы сами не устали от этого вечного подхалимства, а? Что? Просто сделайте свою работу. Все понятно? Мы вас поняли, приняли. Все, доработаем. И отработаем, как вы сказали. Слушай, вам надо действительно поменяться, а? Че? Куда ты, Бонда? Извините, Анна, Джанаха, портрет кабинетства. Отменешь своим взвод, а сейчас не талек побитка. Что за придурок, а? Смотри, как с вами трудно совсем. Слушай, вот как просили чай, кофе, фреш. Тут коньячок уже надо. Как интересно получилось, то, что он его, ну, этот чувак в администрации, называл тупым, претер. Кого он обычно называет, такой, ну, Сайдзамаз. И мы сейчас увидели, ну, его такое-то лицо. Он боится прям. Азамаз вообще красавчик, профессор Павел. Все спокойно, адекватно. Как и должен поступать начальник. Вот, шеф. Короче, ну, все слышали, президент приедет. То, что он там говорил, все надо сделать. То есть, если трава желтая, значит, надо покрасить в зеленую. Дорогу сделать, забору покрасить. Школьников, если надо, с флажками вывезти, студентов там напрягите. Короче, ну, вы поняли, да, Азамаз? Так они же попросили всего этого не делать. Ну, президенту это не нравится. Да мне без разницы, что они там попросили. Это мой район. Весь Казахстан так встречает. Нифига себе. Завтра меня уволят из-за этого. Слушай, ты, лысый, с коммунальщиками реши, понял? Чтоб все там побелили. Побелили там, что надо, покрасили. Ну, ты сам знаешь, понятно? Он по-любому по центральной улице появился. Чтоб эту центральную площадь сделал. Если людей не будет хватать, сам возьмешь веник, будешь чистить там. Шеф, ну вы же говорили сами, что это не наша проблема, что коммунальщики за это отвечают. Говорил, не говорил, неважно. Все, мнение помил. Я район на ким, я могу каждым мнением менять. Я говорю, сделать, значит, сделать. Населением отработать. Там, не дай бог, бабушка прибежит, там начнет жаловаться президенту, все, меня уволят. Город-то, конечно, сейчас отработают под себя. А про наш район никто не спорит. Мы должны под себя отработать, понял? Ну, то есть, делаем то, что я всегда вам говорю. Да, да, да. Солгеря по-думаса, а? Сейчас не время спорить. Все, давайте, идите. У меня сейчас будет звонить тебе с города, у меня сейчас кипиш что-нибудь что-то. Слышь, лысый, мы вдвоем, помните, да? Все, иди. Все, все, шеф. Шеф, мне не стил. Я жалов, как там наши дела? Да все хорошо. Саят там бегает, крутится. Недели через две, я думаю, будет готово. Значит, скоро все узаконен, да? Конечно. Я же говорил, это несложно. Просто можно было быстрее. Саят боится. Молодой же. Туповат чуть-чуть. Плашок, который тебе нужен без зла. Нет. А, кстати, я недавно документы посмотрел. А что этот дом реально как-то не так построен, да? Хрен его знает. Нарушения есть, конечно. Там дом на склоне построили. А у нас же, как только дождь, земля обваливается. А дом на склоне стоит. Тьфу-тьфу-тьфу. Давай, Сахташ, ну пусть и стоит. Ахула пасыща. Тогда же Саят по-любому попадает. Управление все начнут перекидывать стрелками. В конце только Саят окажется крайний. Его же могут закрыть. Ну, закроют так закроют. Не вон первый, не вон последний. Другого щенка воспитают. Незаменимых не бывает. Ну, это понятно. Но он же нас за собой подтянет. Как это подтянет? Мы что, где-то фигурируем? Максимум, что мы делаем, мы подталкиваем его. Мы же не госслужащие. Так что хорпе. Бабки завтра получим. По той же схеме перевезем. И потом. Давай куда-нибудь улетим. Подустал я что-то. А ты, это, поздравим, поздравим, организовал. Как я говорю, работать и зарабатывать надо у нас. А деньги тратить надо в другой стране. Где условия есть. Ну, если надо, так надо. Вот же интересности. Ты чего не кушаешь? Ну, посмотри, наверное, что-то не так с ней. Не было. Жанн, скажи, ты меня любишь? Конечно, люблю. Прям по-настоящему? Да, по-настоящему люблю. Что случилось? Ладно. В общем, я беременна. Неплохой ход. Списли беременна. Эй, мы же предохранялись. Тем более, ты таблетки пила. Ну, значит, таблетки не сработали. Я не поняла, ты не рад, что ли? Рад, я рад. Господи, мужики, что с вами творится, а? Сейчас девушки мужественнее, чем вы. Не ори, а? Да мне плевать. Успокойся. Говорите одно, делайте другое. Эй, послушай меня. Не буду я тебя слушать. Короче, я тебе это говорю не для того, чтобы ты там меня пожалел или там женился на мне. Я этого ребенка рожу и буду сама воспитывать. Вы, блядь. Я аборт я делать не собираюсь, понятно? И помощи твоей мне тоже не надо. Слушай меня. Все, мне шеф звонит. Я этого ребенка рожу и я буду мамой. Пока. Блядь. Ничего себе. Шеф, нет, точно вы. И дальше что там? Ну, в общем, я всех подрядчиков загрузил. Они сначала лампочки поменяют, а потом баннеры развесят. А то? Визуально это будет все нормально выглядеть. Визуально, визуально это не надо. Самое главное, красиво было. Слушай, ты, Дорьян, давай сделаем так. Если ты не знаешь смысл слова визуально, то, пожалуйста, не вникай в наш разговор, ладно? Сонда, мне визуально. Все, успокойтесь. Сами решите с этими лампочками. Вот. Это серьезно. Смотри, я здесь читаю, ознакомился. Здесь же проблем много. завтра нарушение Боб, кипиш, Боб, Сунгин. Завтра не всплывет что-нибудь? Саид Саматович, я вас уверяю, вообще проблем никаких не будет. Почему? Потому что, ну, вашей-то фамилии там нигде-то нет, правильно? Ну, и подписи тоже нет. Ну, это ладно, это понятно, земля там рыхлая же, правильно? Завтра оползень будет. Какой-то кипиш. Потом, не знаю, там люди начнут кипишать. Смотри, чтоб я как тыкнул, лысым не стал. Ну, однозначно, не полусеете. Саид Саматович, я вам так объясню. Ну, народ у нас, что? Ну, народ, они каждый день же жалуются, Ну, а толку-то от этого? Ну, тем более, Саид Саматович, если мы сейчас, да, дадим стоп, то нам потом идет и самим. Вы понимаете же, да? Мы-то деньги-то занесли. это не надо объяснять, это я понял. Ну, контролируй же. Там все и так под контролем. Там все нормально, вообще даже не переживайте. Точно? А с Летником, кто разрешение дал вообще? Там люди не кипишуют, не жалуются, там, она разве не на красной линии? Да, он вообще в идеале. Ну, в смысле, есть, есть. Ну, и так же, я же есть. Ну, вы поняли. Нет. Это же так, кафешки, помните, на той неделе к вам забегал, отдавал. А, все, главное, все. Главное, как бы, это, народу нравится? Все довольны. Может, вам все для народа делать? Правильно говорите, вот, шеф, народ, какой-то странный, туповатый, вот. Как? Туповатый. Ну, ты тупой, потому что, поэтому народ у нас тупой. Идеологию мы же формулируем. Ну, как вот с тобой идеологию делать? Здесь я тут тупой. Иди счет принеси, там, окшеверный. Давай, давай, давай. Соги, здесь же все под контролем. Да, там все понятно. Слушай, волосы-то, как бы, с рождения такие есть? Рахмет Азамат Ирланович, ой, мне аж не верится, что вы услышали меня, не верится даже, что вы приняли меня. Да я целый год не могла попасть на прием. Теперь такого не будет, я вам обещаю. И вы не переживайте, мы сегодня же к вам отправим коммунальщиков. Рахмет. До свидания. До свидания. Срочно коммунальщиков отправь и сам проконтролируй, чтобы все ветхие деревья срубили, а не бабки, как они обычно делают. Там есть еще кто? Ага. Сейчас. Следующий? Ага, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте, Азамат Ирланович. Здравствуйте. Присаживайтесь. Что у вас? Меня зовут Алия, я медработник, работаю врачом-педиатром. Угу. Я к вам по такому делу. В общем, в прошлом году у нас на районе начали строительство нового дома для госслужащих, ну, для медиков, для учителей. Ага. И для нас эти квартиры были бы дешевле. И мы, конечно же, оформили ипотеку, выступили как дольщики и купили квартиру. Этот дом уже достроили. Но, как выясняется, во время строительства у них не было ни одного документа по нормам безопасности. Ага. Ну, то есть, дом построили без разрешения на это строительство, и его построили на склоне горы. у меня просто муж инженеры, и он очень хорошо в этом разбирается. Круто. Так, подождите. Что за ЖК? И кто за стройщики? Ну, ЖК называется Жардем. Ну, Жардемом их не назовешь. А застройщики это частная компания. Мы уже туда тоже ходили, они говорят, что у них все документы по нормам безопасности. Помогите, пожалуйста. Мы даже не знаем, как теперь нам жить, когда дом стоит под откосом. Как они вообще могли узаконить такую строительство? Я вас понял. Давайте проедем туда. Да? Давайте. Я позвоню мужу, он вам все подтвердит. Дед, машину подготовь. Пройдемте. Ништя. Кто? Шеф, можно? Ну, в повороты прям мужик классный. Шеф, тут тут кое-какой инцидент произошел. Что за инцидент? Ну, в общем, это я, походу, чуть-чуть увлекся. Лизация беременела. так, блядь, совсем чуть-чуть увлекся. ну, что, поздравляю. Молодец. Что дальше можешь делать? Шеф, я честно сам не знаю, как это произошло. А, не знаешь, да? Я тебе сейчас объясню, как это происходит. это происходит, когда человек, вместо того, чтобы работать, начинает спать с другим человеком и думает не своей тупой башкой, а вот тем, что у него в трусах болтается, чем он с другим человеком спит. у тебя задание какое было? Доверие к ней войти или детей ей делать? Шеф, ну, это же рабочие моменты. Че? Рабочие моменты? Ты у меня, что, проститутка у тебя? Работа, спать, да, с кем-то? Ты мне сейчас от маски свои гнилые не кидай, ты тупо завалил задание и ты понимаешь, что ты с ней будешь сам разбираться? И что мне сказать, чтобы она аборт сделала? Ну, если ты дандон, который готов поломать девчонке жизнь, да, конечно, пойди ей скажи, чтобы сделала аборт. Но если нет, то решать ты это будешь по-другому. Как по-другому? Как же по-другому? Как же по-другому-то, а? Ну, вот ты вот вроде взрослый мужик, уже с девчонками спишь, детей им делаешь, а про ответственность взрослого мужика ничего пока еще сам не знаешь. Да, я тебе должен объяснять, да? Но ты главное только запомни, если она узнает про твое задание. я сделаю так, что ты сам у меня родишь. Понял? Понял? Понял, шеф. Все, пошел отсюда. Интересненько. Пошел отсюда! У меня залетают они, а головняк у меня. Посмотрите, с той стороны ответственная стена, она вообще ничем не укреплена. А тут почва еще такая плывучая, глина одна. Сейчас дождик малейший пройдет, это все сразу вниз начнет. Вот посмотрите сами. Да, я не понимаю, мы сейчас, грубо говоря, как будто вот над пропастью живем все вместе. Тем более, мы проживаем в сей самоопасной зоне, третьей категории. А 9 баллов, не дай бог с ним трясения будет. Нет, фундамент вообще даже и 5 баллов не выдержит, потому что он снаружи красиво выглядит, красиво, как будто евроремонт, но внутри, как в хрущевке, там плиты, нестуковка, Как в братской могиле живем. Я просто сам инженер, я могу вам точно сказать, этот дом рано или поздно рухнет. Я вообще не понимаю, как им документы на сдачу подписали. Вообще непонятно. Как? За ваши подписали? Им вообще похрен на нас. Вот именно. Мы тут живем. А им все равно. Уважаемые, минуточку внимания. Во-первых, успокойтесь. Во-вторых, Акимат не контролирует работы частных строительных компаний. Это делает ГАСКО, и архитектура. Но раз они не доглядели, нам придется вмешаться. Вы, как инженер, можете мне предоставить всю информацию подробную о нарушениях строительства? Так, ну смотрите, если брать вообще изначально, то у нас запрещено строительство котлована на склоне, где уклон выше 15 градусов. Но тут даже невооруженным глазом видно, что он больше. Потом, при строительстве застройщики должны были бетоном укрепить стены котлована, стойки вот эти. Но они этого ничего не сделали. Они просто вот фундамент поставили и на него начали строить. Ну а про другие нарушения даже молчать буду, потому что, ну, вот это стопроцентное нарушение. Понятно. Хорошо, я вас услышал. Я обязательно отзову разрешение на вододомовую эксплуатацию. Ну, вам спасибо, конечно. Спасибо вам. Я обещаю, я разберусь. Из жандеманова? Это же Гаская. И они компетентны в этом вопросе. Ты же ни хрена там не разбирайся. Ну, зачем ты туда лезешь? Озеки. Ну, я тебе серьезно по-братски прожу. Ты что, строитель, ты хоть раз жизнь устроил дом? Нет. Ты знаешь, что такое стройка? Нет. Ну, и что ты лезешь туда? Зачем? Иди заниматься своим делом. Ну, это и есть мое дело. Я там отрабатывал жалобы населения. Савят Саматович, как вы не понимаете, нам немедленно надо приостановить строительство. Если, не дай бог, что-нибудь случится, и городской акимат, и прокуратура все будут спрашивать с нас, потому что объект находится на нашей территории. Азамат, вот ишь, вот ишь, циндримся, вот ишь. Азики, ты пойми, там очень много управления этим занимается. Смотри, там газка, там эти, как его, архитектура, земель, да там, там целый мультивитамин, е-мое. Ты что думаешь, они там все тупорылые, что ли? Они все знают, что это, и как это, первый дом, что ли, разрешение дает, там ЧАЭС есть. не лезь. Ну, зачем тебе надо не лезть? Все, занимайся своим делом, отдыхай, работай. Нет, Сависом Анатольевич, я все понимаю, но мы не должны забывать, что там человек 600 будет жить. если с ними что-нибудь случится, мы не перед Акиматом, не перед прокуратурой, мы перед Богом будем отвечать. Слушай, святой отец, все, успокойся, иди святую воду выпей и все, и расслабься, хорошо? Все? Иди, занимайся своим делом. Ну, я вас предупредил. Все? Ты меня предупредил? Я предупрежу. Классно. Все, иди, работай. Если все нормально будет, то зачем ты нас всех собрал? Потому что ни хрена, ничего не нормально. Понимаете, там люди кипс подняли. А если завтра пресса потянется, все, и это звоночек для вас всех, ребят. А почему только для нас? А вы потихоньку сруливаете? Никто тут не сынует, ребят. Я просто за вас переживаю. Это на то пошло. Между вами тема была. Я, так сказать, звено. Между вами. Да, мы все вместе были. Но по документу меня там нет. Понимаете? Вы же знаете, что меня там нет. Вот так? А как вы хотели? И все стрелы на вас полетят. Да, ЧС, на вас. Что смотришь? Не-не, джектер, если такой базар пошел, да? Я тоже тогда срулю. А не при делах. Че ты, Сирид, че ты, Сирид, че ты говоришь? Ты ЧС, ты отвечаешь за безопасность. Там твоя печать стоит. Да, но я же сделал после того, как нас утвердили, дали свое добро. Нормальный разговор пошел. Да, мы утвердили все, но после кучи согласований и проверок, а это согласование эскизного проекта дома, разрешение на начало строительства, разрешение на привлечение средств дольщиков, а это все архитектура. Маке, зачем вы все это на нас перекидываете? Вы знаете, там если поглубже копнуть, то там вина управления земельных отношений. А при чем тут мы, Жаке? Мы тут не при делах. Участок находится на балансе города, после передается застройщикам, а застройщики уже районный Акимат, то есть вам, Саке. Вы что, гоните, что ли? Вы с ума сошли, что ли? Я недавно сюда пришел, а этому дому два года. Не важно когда, Саке, важно, кто выдал этот участок. Слушайте, если такой базар пошел, давайте по-другому разговаривать. Давай. Давай. Смотрите, ребят, деньги получали все, кто-то больше, кто-то меньше, но получали, правильно? Я фактически, меня там нету, а документов нигде нет, правильно? Печать кто ставил? Ты ставил. Роспись твоя есть? Есть. А твоя тоже есть. Деньги ты брал? Брал. Все, мы все плывем в одной лодке. Мы, слово, не я, мы, понимаете? И хрен, кто здесь с корабля спрыгнет. Это одна лодка, ребят. Тут никто не сможет за борт спрыгнуть. Внизу плавают кто? Акулы. Или знаете, я про кого имею в виду? Они нас жестко вздрючат. Так что давайте не будем, хорошо? Саке, давайте завязывай вот это бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да, по закону мы здесь все замазаны, а ты не при делах. Но по этому же самому закону, да, мы можем провести ряд проверок, выявить нарушения и отозвать все разрешения. Правильно я говорю? Правильно. Правильно. Да, без проблем. Отзовите. Чего вы меня пугаете? Я пуганный, ребят. Слушайте, хорошо. Давайте так-то. Вы просто все возвращаете деньги. Все. Вот то, что вы брали, верните деньги и вопрос не. Хитрый ты, Саня. Как ходил, ко всем же ходил, да? Ко всем? Говорил, все нормально будет. А теперь, как понял, что жопа пригорать начала, верните деньги. Нет, так не пойдет. Мы свою работу сделали. Теперь это твое. Хороший этот чувак. Не удивлен, что он больше всех говорит. Позора нет? Ну, давайте так сделаем. Давайте просто вернем деньги и все вернем на место. Как будто ничего не было. Проблем нет, правильно? Да нет проблем, саки. Вообще никаких проблем нет. У нас. А у тебя есть. и тут я вижу два решения. Первое. Ты выписываешь стоп-проект и остаешься чистым перед законом. Но в то же время остаешься должным всем тем людям. И второе. Ты все-таки узаконишь этот дом и будешь молиться Богу, чтобы ничего не случилось. а если не дай Бог что-то случится, тогда будешь нести ответственность. Друзья, это отмоки. Саке, посмотри на нас. Тут в кого пальцем не ткни, каждый такой хитрожок. Так что думай, решай, а мы тебе мешать не будем. Ну, Ну, тогда кеток. Кеток. Красавца. Саяц Саматович, можно? Господи, ну не сейчас говори, что там. Сейчас скажет еще эту новость про своего парня. Саяц Саматович, у нас проблема. какие еще проблемы? Аким переехал ко мне на район. Кто еще? Президент? А может, сразу саммит у меня на районе? Нет, Саяц Саматович, помните, я говорила, что я с парнем встречаюсь? И что? Мы походу расстанемся. Да нахрена мне эта информация? Мне насрать, расставайтесь. Раззат, мне вообще сейчас не до этого. Саяц Саматович, вы же причину не знаете. Да мне что за причина? Ты тупая потому что? или залетела? Или что, может он гей еще? Не гей, Саяц Саматович, блин. Он с антикора. Откуда он? С антикора. Лучше бы он был геем. У меня есть три новости. Две хорошие, одна плохая. С какой начальника? Я надеюсь, проблем не будет. Бизнес есть, бизнес. Новую должность получит. Вы не только себя, вы людей погубите. Делали, как будто ты его не знаешь. Ну, ты страшный человек, Азамат Ирланович. Так, сейчас еще раз промо. Шикарная серия, прям вообще столько эмоций. Ну, короче, это, наверное, подумал. Это, наверное, короче, все-таки Лязь зад сказала все. А может, нет? Ну, короче, какое-то решение, наверное, дурацкое, может, принялось. Новую должность получил. Так, Азамат, ну, ой, ладно, это потом. Классная встреча. Ну, ты страшный человек, Азамат Ирланович. Ну, ничего, толком не понятно, конечно, с этого промо. Ладно. Чего, начало серии, собственно, как я и ожидал, как и думал, что это ему все просто казалось. И забавно было то, что, я уже это говорил, конечно, что Саке здесь таким затупком получился и растерялся вообще, когда увидел человека с администрацией, президента. Ну, Азамат, вообще, все нормально, спокойно сказал. Все как надо. Классно. Вот. Жук, конечно, этот даурин, прям в этой серии вообще подбешивал. Началось. Опять начал бесить. то, что щенка воспитает другого, это уже понятно было, что про Саке. И все на самом деле ужасно и стремно складывается для него. Не знаю, как он будет с этим разбираться. Вот. Что мне понравилось в этой серии, это Ля Зят. Очень круто она поступила. не сразу в лоб сказала все, а так вот, типа, я беременна. Это же вообще просто очень крутой поворот. Не прям вау, какой крутой, но неожиданный. Я, если честно, не ожидал, что она такое, ну, такое от нее ожидатель. Что у меня все, я не могу связывать предложение. Не ожидал, короче, я от нее такого. вот, и представить не мог даже, что она так скажет. Очень круто. Это вообще, это такие нервяки сейчас ее парню. Жесть просто. Вот. Так, что по поводу, так, эта троица что-то решала, там, неинтересная вообще встреча. Интересный еще один поворот, это то, что, а, вот, я его послушать хотел. У нас на районе начали строительство нового дома для госслужащих, ну, для медиков, для учителей. Для нас эти квартиры были бы дешевле, и мы, конечно же, сразу оформили ипотеку, выступили как дольщики и купили квартиру. Этот дом уже достроили, но, как выясняется, во время строительства у них не было ни одного документа по нормам безопасности. Ну, то есть, дом построили без разрешения на это строительство, и его построили у нас в Коин-Галюте. У меня просто муж инженера, и он очень хорошо в этом разбирается. Это классный тоже поворот, то, что до Замата дошла такая информация. Вот у нее муж инженера разбирается в этом во всем. Почему сразу как-то это все не проконтролировалось? Типа они не видели, они не знали, где этот дом будет строиться или что? Как-то прошляпили они этот момент и немножко ну, можно докопаться. Типа, если бы он разбирался и он все это видел, это же все равно склон. Он бы сказал, нет, ты что? Какой там нельзя? Ну, как бы по-другому наверное, дело пошло. Но все это откинем. Круто, то, что все это дошло до Замата и сейчас еще интереснее. Я даже не ожидал, что в этой серии будет встреча с Океей и Замата по поводу этого дома, строительства и так далее. вот, ладно, начальник у нас гонит на своего подчиненного за косяк. Да, конечно, это очень круто. И они еще не знают, что это все неправда, что тоже забавно. Вот. Разговор вот тоже с Океей. мне кажется, Азамат все-таки понимал, что, ну, что-то тут не чисто и знает, что Соке за этим стоит. Ну, блин, и какая классная сцена в конце за столом, когда он всех собрал, типа, меня нету по документам, но в итоге-то ты крайний чувак. В любом случае. Два варианта. Либо все заканчивать и отдавать бабки, что в этой ситуации будет самым правильным. Либо продолжить и каждый день молиться, чтобы этот дом не рухнул. Вот. Все... Да тут один мужик вот этот, который в основном возникал там, то есть, ну, поправлял и говорил ему правду в лицо. Вот он единственный, кто хорошо отыграл и правильные вещи говорил. Вот. Ну и вишенька на тортике просто то, что Лязат говорит о своем парне, который антикортик. С ума сойти. Саке просто все навалилось на него. Очень круто. 18-я серия наконец-то топовая серия. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Пойду я смотреть хоккей. Check it out.